здравствуйте в сегодняшнем видео мы будем рисовать пейзаж акриловыми красками и для рисования буду использовать набор студия от фирмы gamma из 9 цветов сначала сделаю выкраску цветов и дальше порисуем на холсте на подрамнике холст на подрамнике размер 30 на 40 можно взять любой другой размер можно и на листе бумаги акриловыми красками также рисовать кроме этого нам с вами понадобится малярный скотч чтобы закрепить или лист бумаги или с обратной стороны холст я немножко закреплю также кисточки щетина плоская или круглая размер зависит от формата на котором рисуете чем больше формат тем больше можно кисть взять также круглая синтетика или данном случае колонок и круглая удлиненная кисточка можно принципе удлиненную не брать можно только обычной круглой кисточкой обойтись также все те кисточки которые вы знаете и можете их функции функции которые они исполняют также применить данном сюжете то есть это минимальный набор максимально все то что у вас есть из любимых материалов инструментов также также пригодится стаканчик с водой для того чтобы кисть промывать можно сразу даже два стаканчика с водой чтобы краска на палитре не подсыхала хорошо использовать пульверизатор с водой не также важнейший инструмент это тряпочка для вытирания кисточка давайте для начала распакуем наборчик здесь у нас 9 цветов и для пейзажа нам пригодятся основные цвета белила кобальт синий кадмий желтый кадмий красный зеленый охра может убра тоже черный вряд ли нам пригодится для каких-то можно таких работ с контрастом повышенным или с каким-то контуром вы можете использовать и черный цвет начнем с белил и просто на листочек выдавлю эти краски посмотрим что они собой представляют полуцвет желтенький кадмий желтый дальше следующий охра кадмий красный зелененький кобальт синий фиолетовый темный броженая и марс черный не красный и густым слоем нанесу краску немножко ее разведу водой и 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 вот такие вот основные у нас 9 цветов и будем использовать в основном белые желтый охра и зеленый голубой цвет и остальные пускай будут помогать ну что ж можно распаковать холст и начинать и для начала давайте сделаем разметку холста определим основные элементы которые здесь будут расположены и начнем с линии горизонта который будет проходить ниже середины холста дальше у нас будет протекать ручеек и этот ручеек где-то за берегом скрывается чуть ниже если отступить от линии горизонта там заканчивается скрывается и здесь он расширяется ближе к нам и его краешек сразу этого берега ручья можно немножко таким вот неровным указать краем чтобы он более таким естественным оставался все это я делаю голубой красочкой побольше ней разведенной водой заметьте вот этот правый край берега вернее даже берега ручейка он уходит вертикальный край холста вот этого берега левого она уходит у нас горизонтальный край холста принципе это основные элементы которые мне бы хотелось сразу здесь обознать что было деление уже на небо землю воду но также в принципе если хотите можете сразу же отметить для себя какие-то например вдалеке будут кусты выглядывать то что уже сейчас например хочется отметить на картине это кусты деревья лес какой-то вдалеке также голубейким цветом пока можно отметить разводим хорошенечко водой чтобы он такой был прозрачный легче будет потом его перекрыть может быть здесь еще у нас ряд деревьев будет вот эти вот холмы здесь например сюда поднимается линию горизонта уже немножко закрываем перекрываем она в первую очередь нужна нам как ориентир ну и там соответственно прячется какой-то какая-то высота высота берега тоже можем ее обозначить склон какой-то берега небольшой может быть какая-то здесь тропинка у нас идет также это позже можно будет обозначить уже поверх если захотите можно будет обозначить если опять же захотите можно еще помимо тех дальних кустов и всего того что уже сейчас есть берегов может какие-то деревья потом нарисовать поверхность захочется сделать именно в лесу все происходящее то есть можно будет добавить уже поверх нарисовать пор нарисованному но для того чтобы снова уже к это складывать давайте сделаем сейчас небушка до земли заполнился то что обозначили сейчас я уже буду наносить густой краской смеси белого голубенька устанавливайте если вы тоже на холсте пишите лучше устанавливайте на мольберт удобнее будет у меня сейчас закреплена на столе потому что мне хочется чтобы лучше было видно картинку если какой-то небольшой у вас формата можно и на столе естественно рисовать все можно так пока оставлю и дальше сразу же перейду в цвет леса вдалеке также буду делать на основе голубого цвета капельку от этого кобальта зеленого добавлю чтобы зеленца присутствовала но по сути это будет такой же голубенький цвет только чуть более насыщенный вот я щетинка как раз очень даже кстати и дела такие вот при тех помощи нее team 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 три получается такой шуршавый край у кустов вдалеке и по тому силуету которое обозначило изначально отмечаю их Дальше заполняем оставшуюся часть. И я начну даже со цвета реки, речушки. То, что они такое светленькое, более насыщенное, чем цвет неба. Можно немножечко и зеленцы сюда будет вымешать. Но тоже в переходе. Вдалеке можно сделать посветлее. И ближе к нам более насыщенный цвет. Как базовое остальное, это можно также добавить. Отражение какие-то. То есть все то, что у вас там вырастет на берегу. В отражение добавляете дальше в речушку. И дальше идет берег. В смеси желтый с охрой. Такие самые светлые пятна. Желтый с охрой. Потом все это в зелень, естественно, переходит. И здесь можно сделать сразу такую вот фактуру. Передать. Можно для начала, к примеру, прокрыть для плотности самым светлым цветом. Например, я прокрою желтеньким с охрой. Дальше можно и зелень вмешивать. Для получения более интересного. зеленого цвета можно смешать желтый с синим. Получится вот такой более травянистый. Можно немножко охрой вмешивать в него, чтобы его яркость, насыщенность немножко успокоить. Снова синенький. То есть какие-то вариации цвета подобные придумывать. И можно, например, на все такие углубления, на какие-то травянистости, на там, где кустики будут расти. Вот уже немножко затемнять те участки. И добавлять такой вот зеленоватый цвет. Субтитры подогнал «Симон»! Посмотрите, пока, может быть, что-то можно вдалеке еще уточнить. Какие-то, например, кустики. Можно берег взять, кисточку поменьше. И берег, высоту берега. Не вот эту высоту, которую мы выделяли, а вот там прям на месте соединения с водой уже вот эту высоту чуть-чуть показать. Таким темным цветом можно, например, даже фиолетовый с коричневым смешать и маленькой кисточкой пройтись. И такую вот своеобразную подводку этим берегам сделать. Но потом немножко смягчить, добавить отражение, чтобы что-то более так мягко выглядело. Вот на тех сторонах выступов берега, которые нам видны. То есть не вокруг не обводим полностью, а по тем выступам, по тем сторонам выступов, которые нам видны. Ну, опять же, наверняка, если тут все это хорошо растет, то может быть где-то ближе к нам будет зелень более такого зеленого, насыщенного цвета. Ну, что у нас уже тут образовалось. Ну, еще все еще с примесью голубенького, чтобы не так мы ее близко видели. Вот, например, здесь побольше кустик, даже деревце, может, какое-то в будущем будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И теперь будем более разнообразным делать берег по цвету. Какие-то прям поярче пятнышки сверху на выступах можно желтый плюс белый смешать. Но главное не перемешивать, вернее, не наносить плотно слой, а вот хоп, желтый с белым, он тут же чередуется с охристо-желтым цветом. Этот у нас в пятнышко зелени переходит цвет. Вот снова где-то желтизна появляется. Например, как это может отразиться? Опять же, беру кисточку почти такую пустую и по подсохшему слою. Субтитры сделал DimaTorzok Как раз для того количества, большого количества травинок на этих берегах можно использовать маленькую источку. Маленькую, тоненькую, длинно, ворсом. Я сначала сделаю такие темные-темные травинки и дальше посветлее. Где-то наклоняется трава. Вот потом все то, что здесь нарисуем, немножко давать на отразить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Я думаю, что пока травинки подсыхают, здесь уж очень не хватает какого-нибудь девица. Я думаю, что как раз-таки слева вот здесь вот может что-нибудь такое тоненькое, изящное у нас вырасти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Немножко набросать листву, оставляя просветы. Когда я ее наносим, то я все делаю такими короткими мазками, щетинкой, ориентируясь на веточки. Где-то можно выходить за пределы, конечно же. Ну и оставляю где-то промежутки, чтобы проглядывало небо. Пока первый слой такой сине-зеленого цвета. Дальше немножечко разнообразим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше пока подсыхает, может быть сейчас какие-то цветы можно будет нанести. И я сделаю скопление большого количества голубеньких цветочков. Напоминаю, что, конечно же, это могут быть любые другие цветы любого другого цвета, какой более симпатичен именно вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok И, пожалуй, здесь также будут очень-очень актуальны птицы. А посему я возьму их и нарисую. Класса не заставляю ни в коем случае. Но, тем не менее, при желании можете их также добавить. Светом я их нарисую. Маленькой-маленькой кистью. Конечно же, не забуду про подпись. Вот такая вот картина у нас получилась, нарисованная при помощи акриловых красок. Можно также нарисовать гуашью. И если вы пишете маслом, конечно же, маслом тоже можно нарисовать. Спасибо вам большое за просмотр, за совместное творчество. Буду ждать фотографии ваших работ в паблике ВКонтакте. Также благодарю компанию Гамма за предоставленные материалы, и за краски, и за холст. Спасибо большое. Встретимся на следующем занятии. Хорошего вам настроения. Рисуйте и будьте счастливы. Пока-пока.